Всех приветствую, я Донис, и мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. И сейчас мы займёмся Шарлем Шатне, Путь художника, часть 3. Шарль пригласил вас на свою выставку в галерее Сен-Дени. Вот посмотрим, на что же он годится. И что это за голожопая картина? Это типа Ботаса? Погуглите, фотография Ботаса знаменитая. Гонщик такой. И вот, значит, 2 часа утра, а я всё никак не найду второй сапог. И хотел бы оказаться с подветренной стороны от него. А что там такое? Давайте посмотрим. Только не говори, что ты взял Гарибальди. Есть что сказать? Может, он не знает, кто мы такие? Ух ты, ну ладно. Я просто мимо прохожу. Ну так давай. Итальянские мафиозы. Тут фотостудия, нифига себе. О, мы напугали его. Марсель Беливо. Заказать портрет можно? Пожалуйста, сделайте мне портрет, пожалуйста. Выражение. Клинт из тут прям. Изменить фон. Только глупые люди поверят, что вы там были. Вообще-то тут неподалёку есть бордели. Если хотите, можно сходить туда. Горя Везувий для вашего портрета. А, Везувий нафиг надо. Хрень, всё какая-то. Что за фон такой? Ну ладно. Поза. Ух ты. Спозируйте для меня что-нибудь удобное. С таким выражением лица и кружечкой. Во! Смотрите. Как будто пил что-то, ему неприятную новость сказали. Или не? Ты проявляешь ко мне неуважение. За это ты поплатишься. Давайте, пойдёт. Надеюсь, я не настолько страшно, чтобы напугать людей. О, это соушал клаб этот. Нахрен-то надо всё. Ладно. Для соушал клаба, то есть, я сделал, и всё. Хренота. Ну ладно. Спасибо за вашу помощь. В художественном месте побывали. Культуры, может, немножко приобрели. Как считаешь, плотва? А теперь на выставку картин. Галерии Лоран. О, сейчас опять сложно будет озвучивать. Главное, слишком сильно не картавить. Это еврейский акцент получается. Галерии вверх. Приятного просмотра, насколько это возможно. Выставка бесплатная, так что денег назад не требуйте. Что это за выставка? Мистер Шарль Шантне. Идите сами посмотрите. Но если что, я не виноват. Тьфу. Что-то нехорошее. Имейте в виду, выставленные картины, не одобренные сотрудниками галереи. Чем быстрее зайдёте, тем быстрее сможете выйти. Мне просто не нравится, что ты проводишь с ним столько времени. Подожди, вот и видишь его работы. Они очень прогрессивные. Не знаю, понравлю мне прогрессивность. В картинах или где бы то ни было. Давай же. Такого ты ещё не видел, я тебя уверяю. Может, оно и к лучшему. Постой-ка, постой. Да, соберусь духом. Это темно. Нормальный портрет. Мы опоздаем на приём. Сорока-ворона сыр ворует. Хе-хе-хе. Прикольно. Миленькие бюстики. Мне кажется, греческая. Грубая работа. Или, может, римская. Жуть какая. Ребёнок как будто мёртвый. Ну, в общем, нормальные картины. Знаешь, скорее всего, итальянская. Вообще, отличный портрет. Посмотрите, как нарисовано. Прекрасно. Может, это вообще кто-то из Блэк Уотера. Вот. Йо. На мой вкус слишком современно. Мистер Шатне. Он чудовищен. Мне в краску бросает. Подобная манера живописи повергает в растерянность. Что он пытается изобразить, помимо грязной мазни? Это, ну, знаешь. Извини, не знаю. Ну, скажем так. Не могу сказать. Не при посторонних. Ух, у вас проблемы с кожей. Бедняга. Красиво. Вполне себе. Кстати, манера такая именно. Живописи мне нравится. Этими мазками. Такие цвета. Мне кажется, это какая-то известная картина. Не Гогена ли? Мужик. Ну, ничего шокирующего ужасного я тут не вижу. Ну, видимо, для тех времен. Да, он попросту не умеет рисовать. Ну, действительно, тела так себе нарисованы. Ну, это типа стилем считается. Ну, не знаю. И везде он любит такие формы. С пузом. Ну, не везде вообще. Ну, такое, не знаю. Ну, вот в этой картине что-то есть, знаете. Спиной она так повернулась. Розовые мазки интересные. Цвета. Вот это ничего, картина. Вот это вот. Ну, это жесть какая-то с мужиком. Посмотрите на этих болванов. Простите, мистер Шатене. Неужели нельзя было нарисовать на ней панталоны? Мадам, я изобразил ее в естественном состоянии. Такой она была, и такой пребудет в раю. Не вижу в этом ничего естественного. Одежда — это цивилизация, угнетение, смерть. Быть нагим значит быть свободным, невинным, живым. Как сказал Будда, у нас у всех один удел — трахаться. Ну, это объясняет упаднические нравы этих готем-тотов. Эй, тут нарисована моя жена. И на ней только... Нижнее белье! Генри, это твой зад? Сочи ты показывал этому человеку зад? Это же моя мама. Прямо в чем ее мать родила? Хватит глазеть на ягодицы моего мужа! Хватит глазеть на мою маму! Ну, может, ей не стоило оголяться? Отвратительно. Как ты смеешь? Ну все! Идем, Милдред, нам здесь не место! Идем сюда, сукин сын! Ах ты мелкий паскудник! Идем, Гораций, мы уходим! Эй, я тебе покажу французик! Хорошо. Зараза! Как драться-то? Ну так. Ну что, надерем сзади этим ублюдкам. Вот это выставка. Она мне по душе. Шарль! Ты где? Вперед, быстрее! Этот балаган наконец-то закончен. Давай выбираться отсюда. Вперед! Я знаю, где смогу переждать несколько дней. Сюда, сюда идем. Вроде оторвались. Ну что скажешь про выставку? Скучно никому не было? Это уж точно. Искусство должно испытывать людей, провоцировать их. Я считал себя самозванцем, годным только кисти передавать. А теперь я в этом засомневался. Мы ведь будем в людях эмоции. Если ты продолжишь их так будить, во всех твоих холстах будет дыра величиной с кулак. Я же тебе говорил, я обосранец. Горио, вы че какой? Так теперь тебе лучше побыть засранцем где-нибудь в другом месте. Мы на месте. У меня тут есть знакомая. Может, она разрешит мне пожить у нее? Желаю удачи. Тот рисунок, что я тебе подарил. Когда-нибудь он будет чего-то стоить, я уверен. Возможно. Но сейчас я смогу за нее получить разве что удар промеж ног. Веселый ты парень. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Ангел мой, пташка моя, это я. Да, веселый мужик. Путь художника. Я думаю, на этом еще не закончено. Какая грация у лошади, а? И специально пригласил тех, кого он рисовал, да. То есть, он не совсем серьезно к этому относился. Не, но определенный талант у него есть. В плане цветов вполне себе. Хотя, какой? Я тоже ценитель такой. На нескольких выставках побывал. Я больше ценитель компьютерной графики. Так, ну что? Тут мы все дела поделали, вы смотрите-ка. Плакат о вознаграждении там появился. О, в роутсе. Шейди Белль. А я могу прямо телепортнуться вот отсюда? Скорее всего, нет. Ну, посмотрим. Я не стал их отбирать, потому что побоялся, что у меня репутация опустится вот это вот. Все-таки это не бандиты. И вроде я их не убил. А, вот дилижанс, но он закрыт. Почему-то. А, нужно выплатить штраф. Понятно. Выплатен? How do you do? Акцент какой-то. Так, я не могу в Шейди Белль. Нет, конечно. Так, Валентайн. Там вознаграждение. Давайте Валентайн отправимся. Ой, блин, Роудс надо было. Ну, в Валентайне тоже что-то есть. Вот, этот вопросик. Не зря я сюда прибыл. Давненько я не бывал в этом месте. Может, дадите пару центов? Кто там? Где он? А, старый знакомый. Я ведь в армии служил. Привет, дружище. Эй, приятель. Эй, мистер. Мистер Артур. Почему он всегда такой злой? Вы псих. Столько стреляете. Они говорили, что это я псих. Я не псих. Не такой, как вы. Вы сбили того здоровяка. Он поколотил меня однажды. Но тогда я сам напросился. Мистер, как думаете, вы псих? Я говорю с тобой. Значит, я псих. Мистер, я был на войне. Честно. Умом тронулся, когда увидел, как гибнут парни. А какой войне-то это было? На плохой, мистер Артур. Очень плохой. А бывают хорошие. Я... Я видел страшные вещи. С тех пор я сам не свой. Я... Я бываю странным. Пожалуй, я пойду. Не буяньте. Фанни странный, да? А это лошадь, типа, тоже моя считается, да? Она тоже со мной путешествует. Дулматиновая. 175 баксов тут награда за нас. Зараза. Бывает. Засмотрелся. Думаешь, что ты крутой тут? Подумай еще разок. Ирландец. Да просто занимайся своими делами. Зараза. Да, блин. Он сам напросился. Да, блин, свидетелей слишком много. Я не могу сюда нормально приехать. Каждый раз что-нибудь случается. Постоянно всякое дерьмо. Так, ладно, выплачу я. Выкоп. Безумный, кстати. 605 баксов. Я тут пострелял немножко. Да, везде пускай будет. Потратился я знатно. Ну, что поделаешь. Куда еще деньги тратить? Сейчас пойдем посмотрим, не остались ли там трупы. Можно их обобрать будет. Частично восполнить потери. Вообще странно быть, если трупов не будет. Я там перебил человек 20. А то и больше. Не, всех убрали моментально. Обидно. Так, и вот у нас вопросик. Теперь можно спокойно его выполнить. Нет, брат Фройт, нехуй ты не джентльмен. Ты тупица. Эй, приятель. Чем надо? По-моему, я похож на труса? Ну, то есть, конечно, похож. Потому что я на одно лицо вот с этим вот. Но не важно. Вы поможете? Может быть. Видишь. Даже его уже тошнит от твоей чуши. Идешься как ребенок. Прошу прощения, сэр. За его вонь. Может, пойдем в место? Более подходящее для выражения высшей храбрости. И неискоренимого безрассудства. Что именно вы собрались делать? Сбейте пули и бутылку с моей головы. Как Вильгельм Тель. Это уже глупость. Полнейший, этот парень кретин. Лучше сбейте с моей головы. Из нас двоих я более храбрый. Я неплохой стрелок, но... Я и глазом не моргаю. Я хочу вас ранить ненароком. Я не могу отступиться. Либо докажу, что я настоящий мужчина, либо умру. И буду избавлен от его общества. Соглашайтесь, сэр. Прошу вас. Ну ладно. Послушайте, я хочу, чтобы вы все знали. Вы сами этого попросили. Конечно, конечно, конечно. Парни, вы идиоты. Ну что ж. Не думайте слишком долго. Просто стреляйте. Есть. Это было весело. Что именно? Мне кажется, мы вообще ничего не сделали. Ты-то, конечно, не сделал. Мы все знаем, что ты на разумное существо не тянешь. Еще по одной. И бутылки поменьше, сэр. Будьте добры. Что? Ну не знаю. Пожалуйста, это создание невыносимо. Ему нужно заткнуть рот. Ох, постараюсь. Ну и чтобы она засвидетельствовала, что я делаю это, по-вашему, науськивание. Ну парни, такие тупые. Да. Так, я встану на одну ногу. Я тоже. А вы стреляйте, сэр. На сей раз убейте зверя. Он выполз из болота, уже полностью сформировавшимся елен. Молчать, клеветник. Сэр, пристрелите под лица. Я готов. Ты сошел с ума. Стреляйте, сэр. Моя бутылка и его мозги. Будьте так любезны. У меня хотя бы есть мозги. Великолепно. А теперь стреляйте, когда я попрошу. Когда я буду делать сальто, стреляйте в меня. Дайте мне пушку, я сам его пристрелю. Во благо человечества. Так, мне и даме это надоело. Ох, вас трудно упрекнуть, сэр. Он такой чушь несет. Я бы тоже брался подальше, будь моя воля. Вот. Это вам за ваши таланты. Спасибо. Брат, я провожу Елену домой. Ты за нами не ходи, у нее престарелая тетушка. От вида твоей рожи ее, чего добра, удар хватит. Елен, этот придурок вам мешает. Вы двое можете пойти со мной. Нет, нет, какие двое, тут только я и этот ящер. Прошу вас, ангел мой, не надо стричь нас под одну гребенку. Парни, это же перебор, серьезно. Нет, моя радость. Два бакса дал? Прекрасно. Прикольное задание. Совсем поехавшие ребята. Не зря 600 баксов выплатили. Мог бы сразу 170 выплатить. Но решил, думаю, перестреляю всех из задания, можно будет выполнить. Не, они едут и едут. Может, если бы я еще дольше их убивал. Плакат о вознаграждении Стробери, кстати. Поехали в Стробери. Где тут дилижанс? Стробери. Ох, тут мы давненько не были. И были недолго. Прибили тут всех. Надеюсь, про это забыли. Любители ножичков. И пальчиков. Как-то игра называется. За мной две лошади гоняются. Моняторист, значит, вы охотник с головами. Обычно мы вешаем плакаты вон там, на стене. Джошуа Браун. Вот ты какой. Плакат о вознаграждении Джошуа Браун. Разыскивается. Награда 40 баксов. Необходимо задержать живым. Известный убийца. Разыскивается за беззаконные убийства. У Брауна среднее телосложение. Кожа темная. Усы длинные. Последнее известное местонахождение к северу от Стробери. Идеальное местонахождение. Подсказка прям такая. Ну, хотя бы направление. В Фарли. Вознаграждение будет выплачено в участке Шеридера. Лифа в Струбери. По слухам, он поселился в старой шахте, в горах Большой долины. Возможно, этот плакат вам стоит оставить себя. Убить Джошуа Брауна будет нелегко, а схватить еще труднее. Но именно это нам и нужно. Его ищет половина охотников за головами со всего штата. Если мне понадобится ваш совет, я к вам обращусь. Так, Джошуа Браун, расскажите побольше. Он убийца, и чаще всего ему удавалось выйти сухим из воды. Убивал он тех, кого разрешено. Но если ты пошел по этой дорожке, то рано или поздно оступишься. Так случилось и с ним. Если он опасен, то почему я должен брать его живым? В прошлом он арестовал низких бандитов и всегда вел себя пристойно. Если не хотите брать его живым, не лезьте в это дело. Вот как. Думаю, я знаю, что делать. Здорово. Значит, вы все забыли, да? Как я тут с другом, с Микой шуровал. Тут он сидел, да? Заделали дыру? А где дыра-то? Тяна целая. Так хорошо заделали, что незаметно даже. Удачи! Ух ты! Насколько к северу! Ну что ж, поехали! Так, тут еще что-то? Вопросик, ну-ка ж. Какой ты мистер? Какая муха тебя укусила, приятель? Муха укусила. Прости, я молчу. Что? Видишь ли я? Могу я задать тебе странный вопрос? Ну, то есть, он может показаться странным, но на самом деле серьезно. А я тебе не имею, о чем ты. Извини, приятель. Тут на скалах есть забавные картинки. Они выглядят приблизительно так. Понятно. Дело вот в чем. Я как бы хочу найти все их. Это вроде головоломки. Я знаю, это звучит нелепо, но я серьезно. Это очень важное дело. Небольшие рисунки на скалах. Да, именно, небольшие рисунки на скалах. Причем они тебе. Ну, это как бы очень сложно и... Если скажу тебе, ты решишь, что я под мухой. Что? Пьян. А ты пьян? Нет, ах, если бы. Нет, я запутался. Долго объяснять. Можешь найти эти рисунки? Понятия не имею. Ну, они как бы мне нужны. Слушай, если ты их найдешь, я достойно за них заплачу. Если сможешь, пиши мне о своих успехах. Вот моя карточка. А если не смогу? Сможешь, я в этом не сомневаюсь. Наверняка сможешь. Фрэнсис Синклер. Артур Морган. Разнакомься. Я не понимаю, что ты можешь с ними делать. Я же сказал, если скажу, то решишь, что я нарезался. Что? Слушай, я пойду прилягу. Мне нехорошо. И тебе будет плохо, если... Эх. Ну, какой от этого может быть вреда? Псих. Что за лунатик? Наскажение, ядрить. Но у нас есть дело. Так, это здесь. Прямо в пещере. Нечто подобное уже было. Помните? Там и медведей убивали. Он нужен живым. Окей. Стараюсь. Кофеек. Еще дым идет. Горячий. Тупик. Тебе некуда бежать, охотник за головами. Я не хочу тебя убивать. Это ни черта не меняет. Отсюда лишь один путь. И этот путь через меня. Давай разойдемся мирно. Я придумаю, что сказать законникам. Мирно мы не разойдемся. Тебе придется сразиться со мной, чтобы забрать меня отсюда. Может, ты меня не нашел. Но тебе меня не победить, охотник за головами. Вот как! А если в ногу выстрелить? Я не могу сейчас целиться. А, в пистолет надо стрелять. Точно, я уже забыл. Ты проклятый, охотник за головами. Будь ты проклят. Вот так, дарышок. Давай-ка, съяжи тебе руку, стрелок. Славная работа. Чистая, аккуратная. Мы возвращаемся в Строболе. Ты меня подстрелил. И даже не постарался сделать это правильно. Нужно вызвать человека на поединок и уложить его. А не лишать сознания и связывать. У тебя нет совести, охотник за головами. Будь я помоложе, ты бы меня не одолел. Ты бы и моргнуть не успел. Я бы же тебя уложил. Ты ничтожество. И реакция у тебя скоро замедлится. Так всегда бывает. Это большой Джордж. Эй, он, наверное, тяжелый. Может нам облегчить твой ношу. Я сам справлюсь. Зараза. Мне кажется, я и так уйду. Без отстрела. Лошадка-то у меня хорошая. Они отступают. Видимо, я достанусь тебе. Жаль, что ты меня не убил. Настоящий мужчина меня бы убил. Настоящий мужчина не стал бы меня связывать. Настоящий мужчина не стал бы меня сдавать властям. Мы на месте. Стравбери. Говорят, тут очень удобные камеры. Набиваешься ко мне, друзья, охотник за головами? Конечно, я жуткий рестец. Ну ладно, все. Он сарказмом даже не понял с камерами. Это совсем тупой. Ты пойдешь со мной. Яндекс.Доставка. А вот, мистер Браун. А, мистер Браун. Ну? Отнесите его вниз в камеру. Так, не сюда. Да блин. Посади меня под замок. Забудь про меня. А теперь оставь меня в покое. Да, надо репутацию повышать теперь. Вот ваша плата. Что, заставил вас попотеть? Пришлось сразиться с ним на дуэль. Так что, пожалуй, да. Повезло вам, что вы еще в живых. Повезло. Удачу-то ни при чем. Вот именно. Премного благодарен. Ну что ж, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.